Ярославль Проект «Святитель Николай. Ярославское наследие» был начат в 2016 году. Проект этого года посвящен Ярославским монастырям. Оказывается, в нашей Ярославской губернии, в этой области, было пять монастырей, посвященных святителю Николаю. Четыре из них действуют до сих пор. Участники проекта уже посетили Николобабаевский монастырь в Некрасовском районе. Сегодня, после окончания семинара, мы отправимся в Никольский Переславский монастырь. Особенность этого года, что нас поддержал не только по традиции федеральный сайт хранителя наследия, но и наши гости из Института Российской истории Академии наук. То есть в нашем проекте ученые, преподаватели, сотрудники библиотек, музеев, магистранты и бакалавры Ярославского государственного университета имени Демидова и все те, кому дорого наше наследие. Помимо музея, организаторами встречи выступили ЯРГУ, ЯГПУ, мэрия Ярославля, Ярославское отделение Русского географического общества, Ярославское областное и городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Кроме ярославцев, в обсуждении принимали участие ученые Института Российской истории РАН и музеев Московского Кремля. Я рассказывала о памятниках, которые связаны со Святым Николаем, которые хранятся в собрании Московского Кремля. Таких памятников больше сорока, и самые древние из них относятся к эпохе Киевской Руси, а самые последние уже к началу XX века. Из этих сорока памятников я постаралась отобрать самые интересные, самые необычные, связанные, конечно, с царской семьей и с царскими мастерами, которые выполняли их заказы в Московском Кремле. И вот эти памятники были представлены в моем сегодняшнем докладе. Я рассказывала сегодня о Ярославском святом Федоре Ростиславовиче Черном, который до того, как приехал в Ярославль, был Можайским князем. И, по моему мнению, был одним из инициаторов создания образа Николы Можайского. Считается, что он защитил Можайск во время нападения татаро-монгольских завоевателей, защитил город. И после этого он был изображен в виде скульптуры, и эта скульптура охраняла Можайский Кремль. После того, как Федор Ростиславович переехал в Ярославль, то он и в Ярославле всячески почитал этого святого и старался, чтобы его культ был широко распространен в его новых владениях. И поэтому в Ярославле много и икон, посвященных Николе, и монастырей, и церквей. В этом городе особо почитается именно вот этот святой. А начало этому положил, как я полагаю, вот князь Федор Ростиславович Черный, который считается родоначальником ярославских князей. И вот одним из тоже почитаемых святых местных. В Ярославль всегда замечательно приезжать, потому что здесь очень много памятников исторических, очень много красот всевозможных и природных, и архитектурных. И очень интересно проходят экскурсии по монастырям и храмам. И вот вокруг Ярославля очень много памятников интересных. Поэтому я думаю, что этот город в любом случае будет привлекать внимание всех, кто любит русскую нашу историю, древнюю нашу историю. По итогам семинара специалисты сформулировали практические рекомендации о том, как отслеживать состояние архитектурных памятников и правильно представлять их жителям и гостям города.